Всем привет! В эфире Дети Большого Толка. Программа с яркими сюжетами, удивительными фактами и путешествиями. Весь мир от Барнаула, Алтайского края до просторов космоса. Многим людям интересно, почему в году иногда 365, а иногда 366 дней. Дело в том, что для полного оборота вокруг Солнца Земле нужно примерно 365 дней и 6 часов. Для удобства это число округляют до 365 дней. Так и складывается наш обычный календарный год. Но оставшаяся четверть дня остается неучтенной. За 4 года из-за этого лишнего времени складывается целый день. Он и становится 29 февраля. А год называется високосным. Таким образом, високосный год длится 366 дней. Только что мы узнали очень интересную вещь о Земле, а также о Солнце. А теперь узнаем кое-что интересное о людях. Если человек родился 29 февраля, то его день рождения раз в 4 года. И получается, что в 60 лет ему 15. Знаете ли вы, сколько на Земле активных вулканов? Активными считаются те, что извергались хотя бы один раз за последние 10 тысяч лет. Так вот, таких около полутора тысяч. А сколько вулканов, которые извергались за последние 100 лет в 21 веке? Таких чуть больше 100. И почти все они, 80%, сконцентрированы в Тихоокеанском огненном кольце. Именно поэтому оно так и называется, кстати. Теперь вы догадываетесь, какой океан в мире самый бурный? Конечно, тихий. Тогда почему же он так называется? Мало того, что это самый большой океан на Земле, так еще и самый неспокойный. Практически все цунами и тайфуны происходят на побережье Тихого океана. Кто же дал ему такое название? Это все Фернан Магеллан. В 1520 году он вышел в открытый океан и пересек его за 3 месяца и 20 дней. И все это время стояла спокойная погода. Так вот повезло. Из-за этого Магеллан назвал его Тихим океаном. Это название используется уже более 500 лет во всех языках мира. Кстати, в подводном мире есть свои горы. Их сотни тысяч, и некоторые из них могут быть очень высокими. Тем не менее, большинство из них не имеют имен. А еще они не нанесены на карты. Почему же так происходит? Во-первых, они под большой толщей воды, на дне. Что осложняет изучение. Есть и еще причина. Если надводные горы, привычные нам, часто используют как ориентиры, то подводные горы не имеют такого большого практического значения. Но есть, кстати, на дне парочка хребтов, названных в честь наших великих ученых Дмитрия Менделеева и Михаила Ломоносова. Побудем еще немного на глубине, чтобы узнать удивительный факт. Знаете, что акулы – это единственные рыбы, которые могут моргать обоими глазами одновременно? Тут возникает вопрос. А что, у других рыб с этим какая-то сложность? Да, все верно. Большинство рыб моргают только одним глазом. А некоторые, например, скаты, вообще не моргают. У них есть прозрачная мембрана, которая закрывает глаза, чтобы защитить их, но она неподвижна. Как рыбы общаются между собой? Морские существа, которых достали из воды на воздух, совершенно не издают звуков. Однако под водой они способны разговаривать. Несмотря на то, что у большинства рыб нет голосовых связок, для общения они пользуются своими частями тела. Для обмена информацией рыбы используют трение жаберных колец, скрежет зубов и даже колебания плавательного пузыря. Также рыбы выделяют химические соединения и могут менять окраску. Некоторые виды рыб умеют пищать, трещать и издавать стук. Так что не думайте, что морские обитатели совсем немые. Они умеют разговаривать с помощью языка тела и делают это замечательно. Наша программа «Дети большого толка» преподносит научные факты интересно, чтобы вы тоже полюбили науку. Ведь она поможет вам в учебе и выборе профессии. Если вы интересуетесь естественными науками, вы можете выбрать карьеру в области медицины, инженерии, технологии и других наукоемких областях. Вы будете лучше понимать, как работает мир и сможете принимать более обоснованные решения. Сколько песчинок на Земле? Обширные пространства на Земле покрыты песком. Его можно встретить на побережьях рек и морей, в горах и на равнинах. Но особенно много песка в пустынях. Если мы поличим над пустыней, то увидим песчаное море. В пустынях нашей страны песчаные моря занимают площадь, превышающую 56 миллионов гектаров. Прародителем песка являются массивные породы, такие как гранит и песчаник. Мастерской, в которой происходит процесс превращения этих пород в песчаные скопления, является сама природа. Сколько песчинок на Земле или даже в пустыне – посчитать сложно. Но зато можно довольно легко установить приблизительное число их в одном кубометре песка. Подсчитав, мы обнаружим, что в таком объеме количество песчинок определяется в 1,5-2 миллиарда. За последние 4 тысячи лет ни одно новое животное не было одомашнено. Первым животным, которое стало жить рядом с человеком, была собака. А последними одомашнили морских свинок и мышей. Кстати, название морская свинка такое же, не подходящее ей, как Тихий океан Тихому океану. На самом деле, морские свинки не имеют никакого отношения к морю, да и к поросятам. Это животное тоже не имеет никакого отношения. Если вы видите котенка с рыжим окрасом, то с вероятностью 90% это кот, а не кошка. Да, на каждые 10 рыжих котов встречается примерно одна рыжая кошка. Кстати, вот еще вот что интересное об этом окрасе. Рыжие коты считаются более общительными и дружелюбными, чем коты других расцветок. А еще они реже болеют. И произведители чаще снимают их в рекламе. Многие думают, что усы у кошек только на щеках, но это не так. На самом деле, усы у кошек есть на бровях, около ушей и даже на ногах. Всего у кошки от 30 до 50 усов на всем теле. Нужно знать, что с возрастом кошки усы постепенно выпадают. Зачем же кошкам усы? Усы им помогают перемещаться в темноте, чувствовать приближение более крупного хищника или добычи, измерять температуру воды и даже показывать свое настроение. Поэтому усы – важный орган для кошек. На самом деле у людей много заблуждений, которые касаются животного мира. Также развеют их для детей взялась детская писательница Ирина Цхай. Она выпустила серию книг для малышей, в которых в сказочной форме рассказывают о животных от динозавров до наших дней. Тебя как зовут? Кира. Кира. А я хватайка. А сейчас мы покажем, почему меня так назвали. Кира, давай поздороваемся с рамку. Давай, не бойся и не кусаешься. Привет, Кира! Ну-ка, кивей, кивей, кивей. Ирина Цхай всегда появляется ярко в окружении своих персонажей. Артистов кукольного театра писательница шьет своими руками. Она не просто пишет книги для детей. Она действительно любит своих читателей и постоянно общается с ними. Малыши – это самые лучшие, самые благодарные зрители, не устает повторять Ирина Цхай. Она мастер игровой педагогики, когда знания передаются детям через игру и сказку. А вот по первому образованию Ирина Викторовна – биолог. Она глубоко и подробно изучала окружающий мир и провела много часов в Ленинской библиотеке. То, что ежей рисуют с яблоком на спине – это чистейший миф и неправда. Ёжики не едят яблок, они хищники. Существовали пушистые динозавры размером всего-то с кошку. Всё это вовсе не занудство, а полезные знания для детей об окружающем мире. Ирина Викторовна придумала интересную форму обучения для детей через книги. Целую серию её сказок, чей малыш выпустила одно из крупнейших издательств в России – «Феникс». В красочных историях потерявшийся малыш ищет маму и сравнивает себя с другими животными и птицами. В финале мама обязательно появляется, а дети благодаря книгам узнают много интересных фактов из биологии. Вот и сегодня юные читатели Краевой детской библиотеки получили не только массу впечатлений, но и новых знаний. Пришло время нашей постоянной рубрики «Рецепт шедевра». В ней юные журналисты учатся писать картины вместе со известными художниками. Телевизионный мастер-класс для вас, дорогие зрители. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодняшний наш мастер-класс посвящается празднику 8 марта. Марина Аджинян – барнаульская художница, свободно говорит на армянском, грузинском и русском языках. Детство провела в Грузии. Марина много лет посвятила живописи, окончила институт культуры, трудилась дизайнером текстиля на фабрике, придумывала принты для детской одежды. Художница работает в разных стилях и техниках, пишет картины маслом и акриловыми красками, расписывает стены, одежду и елочные игрушки. Марина Аджинян – участник нескольких выставок в Барнауле, в том числе персональных. Преподает живопись для детей и взрослых. Сегодня мы не просто пишем цветы, а знакомимся с декоративной живописью. Декоративная живопись – это направление в искусстве, основной целью которого является стилизация объектов. То есть наша задача – создать яркий, узнаваемый образ с помощью простых линий. При этом этот образ не должен быть реалистичным. Здесь нет линии горизонта, у цветов, к примеру, нет вазы или корней, они просто парят в воздухе. Зато здесь может быть фон – яркий, неразбавленный, сочный цвет. Как правило, в декоративной живописи нет полутонов и множества оттенков. Наоборот, цвета сочные и чистые, контрастные. Это значит, красный отлично сочетается с зеленым, синий с желтым, оранжевый с фиолетовым. Хорошо и ярко смотрятся вместе черный цвет и золото. Вспомните хохламскую роспись – там используются именно эти цвета. Благодаря своим особенностям декоративная живопись вызывает сильные эмоции, она всегда выражает и дарит радость. И это именно то, что нам нужно. Ведь наши юные журналисты готовят свои картины в подарок мамам на 8 марта, чтобы их работы выразили всю любовь и доброту. Дорогая мама, поздравляю тебя с 8 марта. Желаю тебе здоровья, удачи и любви. Дорогая мамочка, я поздравляю тебя с 8 марта. Желаю, чтобы ты никогда не болела и была самой счастливой мамой на земле. Дорогая мама, поздравляю тебя с 8 марта. Желаю тебе здоровья и благополучия. Мама, поздравляю тебя с 8 марта. Желаю счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Могут ли совы поворачивать голову на 360 градусов? Мы видели такое в мультфильмах и, кажется, в реальных съемках, но это не точно. Так давайте же проясним этот момент. Многим известно, что совы не могут двигать глазами, поэтому природа подарила им возможность феерично крутить головой. На 180 градусов они поворачивают ее легко, и даже больше, но сумеют ее повернуть на полный круг. Ученые-орнитологи утверждают, что совы способны поворачивать голову на 270 градусов, и теоретически они могут поворачивать голову и на 360, хотя обычно они этим не пользуются. Так что да, могут, но они так не делают. На сегодня это все. Мы желаем вам только хорошей погоды и хороших новостей. Любите науку, узнавайте новое, радуйте близких и смотрите нашу программу «Дети большого толка». Пока-пока! Увидимся через неделю! Субтитры создавал DimaTorzok